Привет парни, привет девчата! Меня зовут Виталий И сегодня у меня предновогодний такой выпуск Наверное последний уже в этом году И я его посвящаю питанию Так как мы все Предстоят нам такие Нагрузочные дни Новогодних праздников, когда Мы очень много всего вкусного Съедаем С праздничного стола И длительные посленовогодние каникулы Также располагают нам к отдыху К питанию И к нагрузке нашего организма И часто мы переживаем По этому поводу Те кто следит за своим весом За своим телом По поводу А какой будет у меня вес после этих праздников Мне эта тема очень близка Я буквально уже второй год Занимаюсь собственным Балансом Моего веса И определенных успехов добился Кроме того Я в эту тему углубился И обнаружил, что в этой теме Очень большой пробел существует И я хотел в этом сделать Свою небольшой вклад Свою лепту В эту тему Так как в этой теме Это большой пробел Сейчас я попытаюсь Начать заполнять И если вы со мной Будете меня поддерживать Участвовать В этой теме То мы можем с вами Эту тему Размножить И людям объяснить В чем здесь проблема Итак В основном Проблема у нас В чем В углеводах И в жирах Их соотношение И их усвояемость То есть все говорят о том Что существует Такая тема Легко усвояемые углеводы И нам Их рекомендуют Не употреблять Мы с этим согласны Конечно Да Давайте не будем употреблять Диетологи Там Тренеры всякие Говорят Да Мы согласны Допустим Я отказался От этих Легко усвояемых углеводов То есть Белый хлеб Булочки Пирожные Конфеты Там подобные Сахар В первую очередь Я отказался И Так же Вы так же делаете Но Дальнейшая проблема Какая будет у нас Или у вас Или у меня Такая же проблема Это проблема Эмоций Так как наши Эмоции И наши Легко усвояемые Углеводы Очень связаны Друг с другом Потому что Вы сами прекрасно знаете Когда у вас Какое-то Психологическое состояние Настроение у вас Какое-то потерянное Пониженное То вы стремитесь Его заполнить Именно Питанием Легко усвояемыми Углеводами Вот здесь Я сделал небольшую Табличку Мужчина-женщина Разделю Потому что Диета Питание И образ жизни Мужчины-женщины И организм В том числе Кардинально Отличаются Когда Кто-то ставит Для вас Знак равенства И между мужчиной-женщиной Это безусловно Неправильно И в части Питания В части Энергетики И в части Психологического Состояния Итак Важно Что? Что наши Эмоции Равны нашим Легко усвояемым Углеводам То есть Я так же Застрадаю этой проблемой То есть Я приду Возьму Что-нибудь Схвачу И поем сладенького Ну Из меня сладенького Я ем мед И бывает Еще ем Горький шоколад Вам рекомендую Также мед И горький шоколад Это Успокаивает Нашу нервную систему Итак В чем здесь Проблема В чем здесь Секрет Имеется У мужчин и женщин Одинаковая проблема С углеводами Вот напишем Вот так Легко усвояемые Углеводы Это Это общая проблема Скажем так Но Решает Эта проблема Разные задачи И цели В соотношении Мужчины Это происходит Решение Эмоционального То есть У мужчины Не хватает Легко усвояемых Эмоций И тогда Мужчина Движется К холодильнику К столу К сладкому К булочному Мучному И так далее И тогда Он употребляет Именно Легко усвояемые Углеводы Потому что У него нет Легко усвояемых Эмоций Вот так Обозначим ЛУ Эмоции У женщин У девчат Немного Другая проблема Таким же Образом У них Осуществляется Проблема С чувствами То есть Когда У девушек У женщин Недостаточно Чувств В ихнем дне В ихнем Настоящем Моменте Легко усвояемых Чувств То есть Чувств Легко усвояемых Мало Их практически Нету В дне Сегодняшнем Присутствуют Одни эмоции И тогда Девушка Женщина Идет Также К столу К сладкому Чтобы Заполнить Это Психологическое Состояние Строение Себе Улучшить Как называется В организме Происходят Совершенно Определенные Биологические Химические Электрохимические Процессы Которые Непосредственно Регулируют Именно Это состояние Гормонов Гормонов Счастья Съешь шоколадку У тебя Вырваться Гормонов Счастья Ты Эндорфин И ты Счастье В тебе Настроение Поднялось Именно Таким Путем Люди Идут И В результате Получается Накапливается Энергия Лишняя Эта Энергия Откладывается В соответствии В жировых Послойках И так далее И Тучные Люди Становятся Тучные Тучные Лишний Вес И так далее Получается Вот эти два Процесса Отсутствие Эмоций Отсутствие Чувств Что мы Делаем В своей Последневной Жизни Мы На работу Ходим Мы Трудимся Занимаемся Бизнесом И так далее Которая Рутинная Деятельность Нам Создает Проблему Она Повторяется Она Автоматизирована Там Одни Те же Процессы Одни Те же Потребности Одни Те же Цепочки Операции Которые Не вызывают Нас Никаких Эмоций В случае С мужчиной И никаких Чувств В случае Женщины Таким Образом Мы Попадаем В заполученный Такой Круг Пополученный Круг Из которого Вырылся Очень Трудно И мы Идем Куда Мы Идем К гиетологам Мы Идем Спортзал Мы Идем К психологам И ищем Решение Проблемы Как Эти Проблемы Решать Платим За это Деньги Большие А в Результате Мы Опять Возвращаемся К тому Чему Есть Да Какой Как не возвращаться В это состояние Как Как Это Сделать Сделать Это Очень С одной Сторон Просто С другой Сторон Сложно Потому Требуется От вас Определенная Привычка Определенные Волевые Действия Которые Создают Привычку Определенный Характер Изменится А характер Какой Характер Совершать Действия Вам Несвойственные Допустим Как Касаем Мужчина Чтобы Мужчина Испытывал Эмоции Он Что Мужчина Действия В пространстве Действия И Когда Мы Говорим О спорте Почему Мужчине Спорт Близок Потому Что Спорт Вызывает У мужчины Сразу Определенные Эмоции То Мужчина Смотрит Какие Результаты Что Он Победитель Что Он Преуспевает В спорте И так Дальше Спорт Дает Большую Эмоциональную Подпитку Мужчине И Кроме Того Он Делает Хорошую Нагрузку Они Легко Усвояемые Углеводы Не едят Так Как Знают Что Это Вредно Для Их Мышц Для Их Организма И так Мужчине Что Делает Для того Чтобы Испытывать Эмоции Необходимо Действия Совершать Действия Эмоции Которые Стоят У нас Какие-то Связи Эти Эмоциональные Связи Которые Будут Нас Мотивировать Определенные Процессы Будут У нас Действия Физические Которые Вы Не Привыкли К ним Действовать Простые Действия Например Я для себя Какое Действие Совершал Последнюю Неделю Я Занимался Творческим Таким Продуктом Вот Я Сейчас Фотографию Сюда Поставлю Вот Это Изображение Здесь Я Делал Такие Поделки Называется Это Новогодний Букет История Как Я Делал Достаточно Сложная Но Тем Не Не Я Я Очень Трудно Преодолевал Себя Я Сходил В лес Нарубил Там Ёлочек Веточек Этих Нарубил Сосиных Писочек Пошел Пошел По магазинам Купил Пошепился Эти комплектующие Посмотрел В интернете Как это делать Заморочился Вообще Серьезно И результат Сделал Два Такие Букетика И Эти Букетики Я Потом Продал Очень Был Процесс Трудоемкий Скажем Психологически Эмоционально Процесс Был Трудоемким Эмоционально То есть Я Испытывал Новые Эмоции И это Происходило И как бы Внутренняя Такая Борьба Эти Эмоции Ты Получаешь Эмоции Тебе Несвойственная Детельская У тебя Образуются Новые Эмоциональные Связи В тебе В результате У тебя Пропадает Что у меня Пропало Желание Употреблять Легко Усвояемые Алкогольные Напитки Желание Употреблять Легко Усвояемые Углеводы У меня Его нет Потому что Я создал Внутри себя Эмоциональные Связи Внутри себя Создал Деятельность Моя Была связана С каким-то Творчеством С каким-то Общением С новым С какими-то Людьми Какую-то Связь Создавал Какую-то Деятельность Делал Какой-то Предпринимал Какие-то Действия Несвойственные Мне Эти эмоции Легко Усвояемые Страт не было Ни по времени То есть Я уделил Этому Допустим Неделю Неделю Уделил Этому Проекту Небольшому И он Дал Результат Результат Это Мое Эмоциональное Состояние Это Мое Эмоциональное Состояние Погасило Проблему Новых Эмоциональных Связей Где Они Находятся В моем Мозгу Моем Мозгу Эмоциональные Связи Находятся Которые Позволяют Мне Что делать Продолевать Противоречие Моей Мозге Эта тема Такая Интересная По поводу Мозга Как там Что там Происходит Но мы Этого Касаться Не будем А далее Мы скажем Эту тему Для Девчат Девчатам Что мы Порекомендуем Девчатам Как поступать Когда им Нужно Чувства Испытывать В отличии От мужчин Вам Девчата Никаких действий С физическими Объектами Производить Не надо Чувства У нас Откуда приходят От Отношения Когда мы Касаемся Субъектов Субъектов То есть живых Существ Живых организмов Вы очень любите Чем заниматься Растениями Заниматься Любите Любите Безусловно Занимайтесь растениями Чувства Испытывайте Испытывайте Дальше Вы занимаетесь Любите собачек Кошек То же самое Испытывайте Чувства Испытывайте И так далее То есть Дальше Приходим к детям Детьми занимаетесь Там и так далее Дальше мы приходим К общению Какими-то людьми То есть Качество Это ваша большая сфера, ваша большая сфера деятельности, где вы совершаете поступки, которые дают вам чувства. Эти чувства создают опять те же самые отношения внутри вашего мозга, которые позволяют вам заполнить пространство, пространство психологическое, которое вы потом заедаете или запиваете чем-то сладеньким, газированным и так далее. То есть этого процесса у вас не будет, у вас будет гармонично все находиться, вы не будете, вас не будете тянуть, не будете тянуть купить, не будете съесть сладенькое, не будете, то есть вы выскочите оттуда, с этой проблемы, себя выдернете, когда у вас появится такой навык, такая привычка, такой характер, то есть давать эмпатию, давать сочувствие, давать общение, заботу о живых существах. То есть мужчина, делаем акцент на то, что мужчина действует физическим объектом, создаёт какую-то связь, какое-то действие производит в пространстве, да, а девушка создаёт отношения с субъектом, который находится в этом пространстве, то есть с живым существом. Эти два аспекта очень важны, они как бы не позволяют вам вернуться в ту ужасное состояние вашего веса, тела вашего, да, потому что самый большой затрат на энергии, это наш мозг, он съедает все эти углеводы, для него эти углеводы нужны, для процессов известных, и мы без углеводов, мы не можем нифига думать, соображать, да, нам очень быстрая энергия нужна. И когда мы даём нагрузку нашему физическому телу, мы эти углеводы забираем у нашего мозга, и в результате вы устаете физически после физической нагрузки, после тренера, после фитнес-клуба, и вы не можете о чём думать, это реально так и есть, то есть я физически себя нагрузил, я устал, мне в голову ничего не идёт, ни один спортсмен не занимается умственной деятельностью, да, это после того, как он карьеру закончил, он может заняться умственной деятельностью. Поэтому углеводы должны распадаться у нас где? В голове, в нашем самом главном органе, который потребляется эти углеводы. Если в голове у вас существует одно воображение, какое-то для себя, то очень трудно какие-то углеводы съесть в мозге, в деятельности мозговой, в нервной деятельности, и поэтому эти углеводы откладываются в вашем теле, как запасной такой резерв для деятельности тела. Итак, сегодня я хотел поговорить с вами, друзья, о диете, не то что о диете, а об образе жизни, в который нам включается здоровое питание, здоровое эмоционально-психологическое состояние, и это состояние мы можем сами создавать с помощью очень важного, общественно значимого действия. Действия, как предпринимать какие-то действия, мужчина предпринимает разнообразные действия, творческие или какие-то креативные, или простые действия, которые безотратные, которые дают ему эмоции новые. И девушка, женщина может также совершать поступки какие-то относительно людей, природы и так далее, заботы, поддержки, выращивания чего-то, воспитания чего-то и так далее. То есть без этого очень сложно будет поддерживать вам свой вес в норме. Поэтому, друзья, спасибо вам за внимание, подписывайтесь, обращайтесь, давайте, может быть, в Инстаграме я эту тему пытаюсь как-то развить, может быть, кому-то будет интересно. И мне эту тему интересно развивать, потому что для меня эта тема как бы новая, интересная, я в нее пытаюсь вникнуть глубоко. И хотелось бы такие примеры, такие кейсы какие-то вместе пройти и создать такие кейсы, да, примеры, чтобы людям показать, вот, на самом деле, так оно и есть. На самом деле это работает, эту методику можно здесь создавать и можно находить общие какие-то параметры, общие показатели, показатели людям. И поэтому, друзья, давайте присоединяйтесь, хэштег какой-нибудь выдумаем, я здесь напишу сейчас его, какой-нибудь хэштег, и будем жить здорово, эмоционально, психологически. Всем привет, пока, всех наступающего Нового года, с вами был я, Виталий, пока.